Ну, попаршится на секрет для Одесситев и для нас, для всех, для жителей Приморского района, что такие случаи строительства в исторической части города, они не новые. И когда резонанс идет о том, что что-то сносится, сразу же говорят, что вдруг пришли рейдеры или что-то захватывать, или наоборот, вот только сейчас власть обратила внимание. Это не так. Сложность в нескольких вариантах. Первый вариант. Во-первых, ограничили сегодня контрольные функции ГАСКО. Во-вторых, все мы прекрасно понимаем, что есть черные регистраторы, так называемые, которые на основании технического паспорта, это графический документ, не имеет никакой юридической силы, в Великодолинском районе или Великомихайловском Одесской области можно зарегистрировать право собственности еще даже на непостроенное помещение, жилье или нежилое помещение в городе Герои Одессы. Мы сталкиваемся с этим каждый день. У нас очень большие были проблемы с решением этого вопроса. Но благодаря тому, что мэр поставил жесткую задачу исполнительным органам Одесского городского света принять новый порядок взаимодействия, на Крайнем исполкоме Одесского городского света выработан рабочий документ, благодаря которому сегодня вот такие нерадивые застройщики в городе Одессе будут уже прислушиваться к городской власти и в первую очередь оформлять разрешающие документы, разговаривать с соседями, потому что в первую очередь страдают соседи, которые проживают в дворах Приморского района, но и не только Приморского района, а вообще в городе мы прекрасно об этом понимаем. А в Воронцовском переулке мы увидели два варианта. Первый вариант это документы и правособственности при покупке изначальные и документы регистрация, там разница несколько лет, там 5 или 7 лет. Разница была в том, что графический документ, технический паспорт и правособственности было на одну квадратуру и визуализация была одна, а крайний документ был абсолютно другой. Сегодня это все приведено в соответствие. Мы, городская власть, сразу же будем подавать в суд на отмену регистрации таких объектов недвижимости. И, конечно, если одесситы видят такие нарушения в стройно пристроенных помещениях, это из окон выбивают двери, с второго, третьего этажа делают вместо мансарды или чердака делают еще один этаж, я бы очень попросил обращаться в наши органы Одесского городского света для того, чтобы мы в кратчайшие сроки смогли среагировать.